Добрый день! Овощной город снова с вами! Сегодня речь пойдет о ненавистном уредителе. Капустная моль, дамы и господа! Чтобы узнать, привезли ли к нам капустную моль, мы используем феромонные ловушки. Надпись на ловушке никоим образом не связана с темой данного ролика. Предлагаю заглянуть в ловушку и посмотреть, что же в нее попало. На клеевой слой прилегло отдохнуть две бабочки, но их может быть и больше. Говорят, что феромон привлекает только самцов. Лично я не проверял, так что придется поверить ученым на слово. Если же у вас нет феромонной ловушки, вы можете просто зайти на поле в вечерние часы. Зайдя на поле, можно увидеть бабочек, которые прилетают с растения на растение. Летают они недалеко и недолго, поэтому назвать полетом это сложно. Жалкое подобие полета. В отличие от бездельников, которые прилегли отдохнуть в ловушке, это самки. И они заняты делом. Откладывают яйца. Из этих яиц вылупятся гусеницы, которые сразу уйдут внутрь листа. А как только они поймут, что уже достаточно взрослые и им нечего бояться, они будут выходить наружу. Не стоит недооценивать этих малюток. Если упустить момент, то ваша капуста превратится в подобие сыра. То есть вся будет в дырках. Есть и более технологичный способ понять, что капустная моль прилетела на ваши поля. Воспользоваться системой Кропвайс. Как это работает, вы можете увидеть в ролике моего коллеги на примере хопковой совки по ссылке внизу. Чтобы избежать повреждений от капустной моли и избавиться от нее, я проведу обработку. А поможет мне в этом мой верный напарник. Это ранцевый опрыскиватель. Прошу прощения. Ранцевый опрыскиватель, который я использую в обработке всех опытных делянок. Каким конкретно препаратом я обработал капусту, я, пожалуй, оставлю в секрете. Но если вас интересует какая-либо информация по нашим продуктам, вы можете посетить наш сайт singenta.ru и найти информацию там. Ну а если вас интересует информация по другим культурам, о их болезнях и о их вредителях, вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Полевые испытания». Ссылка будет в описании. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях!